На этой неделе глава Славянского района Роман Синеговский встретился с молодежным активом района, лидерами ученических самоуправлений. Встреча вызвала большой интерес у славянских школьников. В зале шахматной школы «Белая ладья» нельзя было найти свободных мест. О чем говорил руководитель района со школьниками, смотрите в следующем материале выпуска. Называлась «Встреча 100 к 1», 100 вопросов к одному главе района. Но формат к радости всех собравшихся получился более демократичным – дружеская беседа с обменом мнениями. В начале встречи глава района рассказал о социально-экономическом развитии района. Поделился планами работы по различным направлениям деятельности муниципалитета, реализации спортивной и молодежной политики. Мы также стараемся строить спортивные площадки, воркаут-площадки для того, чтобы у вас была возможность заниматься спортом. В городе построили на стадионе сегодня. Приходите, много людей уже занимаются спортом. Там и детскую площадку для детей сделали, и спортивную площадку сделали. И сам стадион, пусть не полностью, но первый этап реконструкции мы его выполнили. Вот в этом году большую спортплощадку планируем построить на территории прибрежного сельского поселения. Это центральная усадьба, где стадион, вы, наверное, тоже знаете. Сделаем там, отремонтируем, отреконструируем теннисный корт, который там действует. Внимание уделили самым разным вопросам. Об устройству новых спортивных площадок, благоустройству города и организации праздничных мероприятий для молодежи. Атмосфера встречи была душевной. Все принимали активное участие в беседе и свободно задавали интересующие их вопросы. Именно на таких встречах глава района из первых уст узнает то, какие вопросы волнуют нынешнее поколение, а молодежь о том, какие проблемы решаются в районе. Помимо общения с главой района, ребята в рамках встречи подвели промежуточные итоги работы ученических самоуправлений. С докладом выступил председатель районного ученического совета Валерий Рогожников. В период первого заседания нашим следом было проведено немало также мероприятий. И я хочу озвучить самые масштабные мероприятия, которые прошли у нас. Акция «Ко дню рождения Деда Мороза» по инициативе Совета самоуправления Требового города была проведена молодежная акция. С 19 по 26 ноября учащимися писали письма с поздравлениями для Деда Мороза. Проведение патриотических, спортивных, экологических акций, участие в краевых молодежных слетах. Это и многое другое входит в работу ученических советов, говорит Валерий. Главным помощником в работе совета является администрация района, а также управление по делам молодежи. Также лидеры взаимодействуют с администрацией города, с молодежкой. И стараются каждый из президентов участвовать в каждом мероприятии, потому что для них это очень важно. Заместитель лидера школьного самоуправления школы номер 29 Станицы Петровской Игорь Горбунов считает, что разговор с руководителем района – уникальная возможность получить ответы на интересующие вопросы. В завершении встречи Роман Сенеговский призвал школьников добиваться на жизненном пути поставленных целей. Представители молодежи, в свою очередь, поблагодарили главу за интересную беседу и выразили общее желание, чтобы такие встречи проходили и в дальнейшем. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».